Путину! Ох, мафия, маулекли! Еще раз попросим себе, попробуем запустить видеотрансляцию. Дядя, здрасте! Сегодня третья годовщина, примерно три года назад, начались бои за штурм Углегорска, в котором принимали участие батальоны полиции, национальная гвардия, батальон Кульчицкого, батальон Донбасс и Збройные силы. Сегодня приехали ветераны с разных мест, своим попротивам, которые здесь, сейчас возле Верховной Рады, борются с внутренним врагом. Для того, чтобы вспомнить, как все это было, напомню, в 2015 году всем рассказывали о том, что Углегорск, он под нашим контролем. Писали об этом в фейсбуке, говорили по телевизору. А именно тогда уже в город вошли российские танки, был заблокирован батальон Свитязь. И 30-го числа батальон Донбасс прибыл в Углегорск. Я был вместе с хлопцами тогда, уже был народным депутатом, но мы все решили принять участие в освобождении батальона Свитязь, получили на это команду. И 31-го числа был штурм Углегорска. Мы заходили вместе с 30-й бригадой туда. Одна группа попала в засаду, другая группа прошла, встретилась с батальоном Кульчицкого, уничтожила бронетехнику, захватили МТЛБ, выполнили свою задачу. Помогли выйти к батальону Свитязь, против полиции. Ну и погибли наши товарищи тогда. Вот, у нас сейчас, у нас сейчас, вот тут доску сделали. Это наши товарищи. Давайте перейдем. Подеи, которые происходили в Дебальцево, на счастье или на жаль, наш батальон тоже принимал участие в этих боях. Но первый бой наш был именно 31-го числа, трех лет назад. И тут много и хлопцев, которые были присутствуют в нашем батальоне. Ну вот, для того, чтобы загадать этот момент, эти дни, загадать наши бойцы по батальону, которые погибли. Это хлопцы, которые погибли, Гера, Твердый, Дадди, Папа, Карат, Ведок. Я хотел сказать, что для нашего я хочу делать традиции, чтобы для моего тогда взвода, которым я командовал, это дата серьезная. Это Узбек, там у меня взвода, там пасы, потом ка мне руты. Мужчины воинами, мальчики мужчинами. Это был первый бой, это были первые потери нашего подразделения. Потому, для нас это, в общем-то, серьезная дата. Я хочу, чтобы это была традиция, чтобы мы собирались 31-го января, вспоминали. Чтобы это все, что мы делаем, делали мы, что вы делаете сейчас, чтобы все это было внизу. Ну, видите, тут у нас на выставке, сейчас как раз фотографии. Это те шесть хлопцей, которые взяли в первом бою. Это три, помните, Гересника. Гера, Папа, Карат. Это два хлопца из группы Хелькасской. Гересникой группы Хелькасской группы. И это в ночь с 31-го на 31-го, как раз, разом с комбатом Суменченко попали тоди под аварию. Догинув лидок позвонил Люта Андрей. Это как раз шесть человек, который первый день у нас. Более было поравненных. Возвращение стоят хлопцы, которые получили поравнение. В то первый день он с Хобер стоял, да? Вон, Босс, он стоит. Да, Вон, Босс, он стоит тоже. Сегодня мы вспоминаем своих погибших товарищей. Батон Донбасс свою задачу поставленную выполнил. И не наше вина, что командование приняло решение тогда не штурмовать повторно в Глегорск. Потом были другие события. Логвиново, которое было сдано, просто дав команду отойти нашим частям. Туда пришли орки. И еще полдня ездили люди, не зная, что дорога в Дебальцево перебита. И простреливали прямо на трассе. Эти события мы будем вспоминать до 18-го числа, 18-го февраля. Это день уже считающий окончанием. Все это истории, истории героизма, истории трагической. Ну а сегодня здесь собрались все вместе. И Донбасс, и Айдаровцы, и те люди, которые принимали в этом участие. Поэтому когда он будет рассказывать о том, что здесь какие-то тетушки, непонятно кто. То помните, что рассказывают вам те, кто либо сам там не был никогда, либо просто за деньги портал свою совесть и приехал в своих больших товарищей. А люди здесь, они сейчас делятся воспоминаниями, как оно было. Радуются, что друг друга видят. Сегодня отпустим часть людей, чтобы они все вместе сели в кафе, посидели, вспомнили. Боевое братство, оно навсегда. Для тех, у кого есть совесть. Поэтому те, кто сейчас жалуются на жизнь, ругают ситуацию, в которой в стране. Но они должны помнить, что саму возможность жаловаться, ругаться и жить здесь в мире дали эти хлопцы. И те, кто погиб, и те, кто сейчас здесь не в семье, а борются за нашу независимость. Слава Украине. Большое спасибо за внимание. Напоминаю, что сегодня 31 января, день штурма Углегорска, в котором мы с хлопцами принимали активную участь. И вспоминаем сегодня и события наших погибших пубротивов. Кроме того, здесь харьковские наши ребята, да, декорат, которых мы похоронили вместе с ихними семьями. И вместе с этими семьями мы 10 февраля собираемся вместе, чтобы помянуть наших ребят. Поэтому всегда с вами спасибо батальону Донбасс. Вы наша гордость, вы наша честь. Мы вас очень любим. Ну, что я хотел сказать? Ну, сейчас таки сучасный час, что уже лолитоботы, творохоботы, всякая нечесть. Она же рассказывает, что батальона Донбасс вообще не было в подъях в Дебальцево. Но мы знаем, что это не так. Батальон славный, и он прошел славный шлях бойовый. И никогда не давал заднюю. И поэтому для нас честь была служить и воювать в этом батальоне. А тем подвором, что нас поплюжат, мы еще покажем, как сказали, Кузькину мать. И мы все их погоним поганою битвою за их зраду, за их бресток. Молчание, выбачьте славу.